Доброго здравия, други мои! Сегодняшнее мое повествование посвящено такому замечательному атлету прошлого, как Федору Бесову. Первое мое знакомство с этим атлетом произошло благодаря вот этой вот книге «Русская сила. Секреты атлетизма» автора Юрия Шапошникова, с кем я имел честь быть близко знакомым. В этой книге есть такой рассказ под названием «Человек из публики или рождение героя», которое посвящено Федору Бесову. Всем рекомендую данную книгу к прочтению. Кстати, я и сам в прошлом немного занимался литературой и тоже написал небольшой рассказ, художественный рассказ, не документальный, художественный рассказ, который посвящен Федору Бесову. Под видео я оставлю ссылку на этот рассказ. Также в 2009 году, 15 лет назад, я находился на гастролях в Криворожском цирке. И ко мне в гостиницу цирка пришел дедушка, который принес большое количество архивного материала и фотографий силачей прошлого. Человек уже очень пожилой, фактически слепой. И среди этих фотографий была вот эта вот фотография Федора Бесова, на которой он исполняет силовой номер. Надо сказать, что до обидного мало осталось фотографий наших силачей, на которых они демонстрируют какие-либо силовые номера. И одна из этих бесценных фотографий, данная фотография. Впоследствии я не единожды выполнял этот силовой номер, даже на манеже цирка. Сейчас вы перед собой видите фотографии, где я выполняю данный силовой номер. И сегодня я хочу его снова и выполнить для вас. Но прежде чем я выполню этот силовой номер, я хочу еще зачитать одну историческую характеристику Лебедева, которая относится к Федору Бесову. Итак, Федор Бесов очень сильный борец. Техника его уступает силе. Прекрасно сгибает железо и работает двойниками. Пользуется большой популярностью в провинции. И раз, и два. Вот такой вот прекрасный силовой номер выполнял Федор Бесов. Несу их назад. На Руси, святой, сильных людей множество великое. Беда только в том, что многие не раскрывают своих удивительных возможностей. Или даже вообще о них не ведают. А жаль. Из высказываний Федора Бесова.